Девушки отдыхают Чем объясняется такой необычный стиль игры? Почему бы Путин за годы готовится к долгой и сложной схватке с человеком, чья судьба в рассматриваемый момент вроде бы полностью находится в его руках? Или все же эта судьба не находится уже тогда полностью в руках Владимира Путина? Но в чьих руках и почему она находится в этом случае? Лихо конспиролог тут же ответит, в руках принявшей уже тогда решение мировой закулисы. Полная чушь. Во-первых, мировой закулисы, способной принимать такие решения, просто не существует. И это ясно исходом макропроцесса. Была бы такая закулиса, весь макропроцесс шел бы иначе. На порядок более гладко. Во-вторых, если все решает мировая закулиса, то зачем ее ставленникам, вновь подчеркну, что это чужая, лживая и комичная версия? Зачем этим якобы ставленникам во что-то играть? Эти ставленники должны, как роботы, исполнять простейшую политическую пантомиму на тему сдал-принял. И не более того. Как же вообще принимаются решения в современной России? Одни, лихие конспирологи в том числе, продолжают настаивать на том, что все решения принимает Вашингтонский обком. Для других решения принимаются абсолютно волюнтаристки. Мол, Путин как хочет, так и воротит. Ни с кем не соотносясь, ни на что не обглядываясь. Но неужели непонятно, что ни марионеточная, ни волюнтаристская версия не имеет отношения к реальности? Что так не может быть, потому что так не может быть никогда? Что самый самовластный правитель не может не считаться с тем размытым сообществом, которое называется система обеспечения власти лидера или опорная группа лидера? Иначе он не Сталин и не Томилан, а пациент палаты номер 6. Любая власть имеет то, что называется элитный бэкграунд. Правитель может переломить позицию бэкграунда, но чаще всего он этого не делает. Он предпочитает не расплевываться с бэкграундом, а обыгрывать его. Ах, вы предлагаете такой сценарий? Ну, посмотрим. Когда кажется, что он не проходит, сами придете ко мне и будете извиняться. Тогда и переиграем все нужным образом не вопреки вашей позиции, а по вашей же просьбе. Впрочем, в задачу данной книги не входит обсуждение тех или иных бэкграундов. Я просто обращаю внимание читателя на то, что в январе 2007 года до Медведев заговорил о переходе от стабилизации к развитию. В апреле 2007 года Путин сказал, что все 8 лет он осуществлял проект развития России, а потом состоялся расширенный гуссовет и так далее. В конце концов, пусть читатель сам думает, к чему бы это. Главное установить, что все это делается не с бухты-барахты. Что во всем этом есть, как говорят музыканты, ритм, мелодия, контрапункт, разработка, кода. Установить это, внимательно вчитаемся в текст вышедшей 7 января 2007 года статей до Медведева национальные проекты от стабилизации к развитию. Медведев пишет в этой статье, стало очевидно, нельзя упустить время для модернизации России, без которой ей не сохранить себя в жесткой мировой конкуренции. Какова политическая цена подобного заявления, сделанного незаконно избранным президентом, а вице-премьером, который отвечает, конечно, за национальные проекты, но именно за них, АЭЗу переводит Россию с одной стратегии на другую. Во-первых, речь идет о модернизации. То есть не о развитии вообще, а об определенном типе развития. Путин же, начав игру на поле развития через 4 месяца после статьи до Медведева, ничего не говорит о модернизации. Он говорит о развитии вообще. Модернизация же это один из вариантов развития. Причем очень определенный вариант как с исторической, так и с политической точки зрения. Зафиксировали это, пойдем дальше. Во-вторых, Медведев говорит о том, что нельзя упустить время для модернизации. На политическом языке это означает, что время упущено. Кто его упустил? Если время упущено, то не модернизация осуществлена в России за предшествующие годы, а... А что? Что тогда осуществлено, читаете, осуществлено Путином и его предшественниками? Чем занимались 16 лет, а по сути 20? Зачем развалились, если не для того, чтобы получить полноценную национальную Россию? И что такое национальная Россия без модернизации? Все это важные вопросы. И все же самый важный, просто как мычание. Если модернизации нет, то что есть? То есть я, как эксперт, совершенно согласен, что ее нет. Но тогда я хочу знать, что есть. Опять же, я-то знаю, что есть. Есть регресс, который Путин сдержал, но не переломил. Но об этом же не говорят. Говорят о возрождении России. Но какое возрождение, если нет модернизации? Если время для нее то ли упустили, то ли в отвод упустит? Отсутствие разговора о регрессе, ох, как наша власть этот разговор не любит. В сочетании с констатацией упущенности или упускаемости, неважно, закладывает базу для возможных будущих заявлений по поводу умевшего быть застоя. И не обыкакого, а путинского. В ходе которого модернизацию не допустили, упустили и так далее. Это следует уже из рассмотренных текстуальных нюансов. Но к этим нюансам дело не сводится. Медведев говорит не только о необходимости модернизации, без которой Россия не сохранит себя в условиях жестокой мировой конкуренции. Не только об упущенных возможностях. Он явно оппонирует, уже тогда, концепции великой энергетической державы, которую бы Путин долгое время отстаивал. Чтобы доказать это, позволю себе длинную цитату статьи Медведева. Из международного, да и отечественного опыта следует. Только вложение в человека способны помочь выйти от экономики ресурсно-индустриальной к экономике знаний, к экономике ежедневной технологической революции, которая создается личными усилиями активных, здоровых, образованных граждан. А развитие потенциала личности напрямую зависит от доступности и качества образования, здравоохранения, информации, коммуникации. Понимание подобных задач и стремление найти наиболее эффективную форму для их решения привело к идее проектного подхода. Сама по себе идея была взята, строго говоря, из бизнеса быта. Сегодня очевидно, что одной из важнейших задач развития должно стать создание экономики знаний. Когда необдельные отрасли развиваются за счет технологического креатива, а когда вся экономическая жизнь структурирована на интеллектуальной основе. Для того, чтобы разобраться в политическом смысле этой апелляции к экономике знаний, надо сначала все-таки сказать несколько слов по поводу экономики знаний как таковой. Об экономике знаний впервые заговорили в 60-е годы прошлого века Азевшим Петцер, Фридри фон Хайек и Фридс Махлуп. Главный в этой тройке выпускников Венского университета Фридс Махлуп. Именно его книга «Производство и распространение знаний в США», вышедшая в США в 1962 и переведенная на русский язык в 1966 году, стала на многие годы ориентиром для тех, кто занимался экономикой знаний. Книга же Махлупа «Своеобразный интеллектуальный ответ на советский вызов». И прежде всего на запущенный в 1957 году первый искусственный спутник Земли. Тогда начался разговор о том, что надо учиться у русских тому, как надо работать со знаниями. В дальнейшем, с подачи Питера в Друкер и его коллег, об экономике знаний стали говорить как о парентере, основе устройства общества будущего, в котором идут наиболее развитые страны мира. Политики США, Западной Европы, Японии выдвигают лозунг «Вперед к обществу знаний». Есть, например, соответствующие высказывания Тони Блера «Экономика знаний – это, на самом деле, вся экономика». Нет новой экономики, просто вся экономика трансформируется информационными технологиями, это экономическая революция. Есть китайская стратегия. Государственная система по освоению новшеств на фоне наступления эпохи экономики знаний, много говорится о глобальном формировании экономики знаний. Считается, что перспективы развития связаны с экономикой знаний. Что устанавливает наш блиц-обзор содержания того понятия, политический смысл которого мы хотим анализировать? Во-первых, что экономика знаний – это некая идеальная и достаточно размытая цель. Во-вторых, что разговор об экономике знаний в современной России может трактоваться по-разному. В самом деле, к экономике знаний был готов перейти поздний ссор. Худо-бедно, но он двигался в этом направлении. Что касается по-советской России, то надпроизводящей, спору нет, не безусловный, но именно производящей, советской экономики отказалась в пользу более низкоорганизованной сырьевой экономики. В сущности, после такого отказа требуется новая индустриализация и потом уже движение к экономике знаний. Или же надо прыгать через одну ступень. Но как прыгать? И о чем идет речь? Об этом прыжке? Или о чем-то другом? В любом случае, разговор об экономике знаний в современной России не может строиться по американской, европейской, японской и даже китайской кальке. Когда общество, достигшее определенной индустриальной зрелости, переходит к экономике знаний, то оно делает крохотный шажок, не требующий ничего сверхъестественного. Такой переход называется органическим. Когда же общество находится очень далеко от индустриальной зрелости, то его переход к экономике знаний – это не крохотный шажок, а прыжок, требующий огромных усилий. Но тогда надо разбирать как интеллектуально, так и политические механизмы, обеспечивающие концентрацию этих огромных усилий. Говорить о преодолении целого периода, периода формирования зрелой индустриальной экономики. И о том, за счет чего такое преодоление будет осуществлено. Но нет ни политической констатации того, что мы страшно, и именно страшно. Далеки от цели, которые надо достигать в кратчайшие сроки. Ни политических разъяснений того, почему мы оказались так далеки от этой цели, тут размытых ссылок на страшные 90-е годы недостаточно. Ни политического же, и именно политического. Указания на средства, с помощью которых мы будем преодолевать имеющуюся пропасть. Когда всего этого нет, то разговор об экономике знаний приобретает специфический обертон. И превращается в нечто наподобие необязательных, а в каком-то смысле компенсаторных, благопожеланий. Мол, поскольку мы очень просвещенные люди и полеостей в курсе мировых тенденций, то хотелось бы еще и вот этого. В подобных случаях отвечают, хотеть не запрещено. И так, либо-либо. Либо разговор об экономике знаний в России – это компенсаторная риторика, замещающая больную тему дорогостоящей индустриализации, либо это проработка неких стратегий прыжка через одну ступень. Хочется верить, что это именно второй вариант. Но почему он не обеспечен ни констатацией состояния дел, ни констатацией масштаба необходимых усилий, ни предъявлением способа такой концентрации усилий? При том, что способ концентрации усилий известен. Он называется мобилизация. И не надо вздрагивать, кричать, что всех хотят построить в шеренгу, что жаждут войны. Мобилизация – это особый тип концентрации усилий на чем бы то ни было. Можно мобилизовать усилия на достижение войны или достижение мира. Усилия можно мобилизовать, упрощая или усложняя организацию системы. Мобилизационная модель развития, а именно о ней идет речь в данном случае, может быть линейной или нелинейной, точечной или объемной. Она может обеспечиваться диктатурой или демократией. Но если нужен прыжок, то такой модели не избежать. Так является ли для нас сегодня переход к экономике знаний прыжком или крохотным шагом? Ясно, что прыжком. Ясно-то ясно, но поскольку эта ясность неумолимо порождает никому ненужную мобилизационную модель или болезненную капитуляцию, то этой ясности любо и ценой пытаются избежать. Отсюда туманные восклицания по поводу возрождения России. Что эти туманные восклицания порождают? Для того, чтобы с этим разобраться, дополним краткий экскурс по вопросу о содержании и понятии экономика знаний столь же кратким экскурсом по вопросу что, где, когда. 8 июля 2000 года. Москва, Кремль. Послание президентов в точка-в-точка Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Мы проигрываем в конкуренции на мировом рынке, все более и более ориентирующемся на инновационные сектора, на новую экономику и экономику знаний и технологий. 3 декабря 2001 года. Москва, Кремль. Выступление президентов в точка-в-точка Путина на встрече с членами президиума Российской Академии Наук. Экономика, основанная на знаниях, уже давно стала в мире основным фактором производства и главным стратегическим запасом. Об этом мы тоже со многими из присутствующих многократно говорили. В ведущих странах не энергоносители, а новые технологии дают, по оценкам экспертов, свыше 50% приростов. Уверен, что нам еще очень многое надо сделать. В этом будущее России. 6 ноября 2003 года. Рим. Заявление для прессы и ответы на вопросы на пресс-конференции президентов в точках-в-точка Путина по итогам встречи на высшем уровне России и Европейский Союз. Хочу подчеркнуть, что сотрудничество в сфере образования и науки одновременно является важным шагом в построении единой европейской экономики, основанной на знании. 26 октября 2004 года. Москва, Кремль. Выступление в точках-в-точка Путина на заседании Совета по науке, технологиям и образованию. На наше заседание вынесен важнейший системообразующий вопрос воспроизводства знаний, в процессе которого участвует и наука, и образование, а теперь уже, можно сказать, и современная российская экономика. Мы должны сформировать в России конкурентоспособную систему генерации, распространения и использования знаний. Только такая система станет основой устойчивых темпов и высокого качества экономического роста в стране. Номинально у нас есть целая отрасль, включающая около 3000 институтов и ГЭП, 6 государственных академий, среди которых такая уникальная и старейшая, как РАН. Выражаясь современным языком вертикально интегрированное, многопрофильное, общероссийское сообщество ученых. Прибавьте сюда почти 7 миллионов преподавателей и студентов, представляющих собой огромный ресурс для развития вузовской науки. Между тем, удельный вес нашим экспортийно-инновационной промышленной продукции всего 6%. А результаты научной деятельности по-прежнему маловостребуются отечественным рынком. И это несмотря на проведение в стране исследований практически по всему фронту. Возникает естественный вопрос. Если первый раз задача перехода к экономике знаний была поставлена в 2000 году, если в 2001 метр было сказано о том, что в ведущих странах, где есть экономика знаний, а если точнее, где можно говорить об обществе знаний, экономики отдельно от общества не бывает, свыше 50% дают не энергоносители, а новые технологии, если все это так, то почему у нас после 5 лет, а это 5-летка, не правда ли? Нет настоящего сдвига в сторону поставленной цели, и вместо более, чем 50%, мы имеем 6%. Что и как делается властью для реализации ей уже предъявленной жизненно важной цели? Ведь нельзя же просто сказать, а у нас все вот так. Надо сказать, что у нас все плохо, что цель не достигнута. И объяснить, почему она не достигнута. С политической точки зрения, ее недостижение означает либо наличие грубых и всеобъемлющих управленческих ошибок, либо наличие политического противодействия. Либо и то, и другое вместе. В любом случае, надо объяснять, что происходит, давать оценки происходящему. Чуть ниже в точках, в точках Путин в том же своем выступлении на заседании Совета по науке, технологиям и образованию нечто конкретизирует. За 5 лет с 1999 по 2004 год ассигнования на науку выросли почти в 4 раза, и к концу года достигнут 46,2 миллиарда рублей. Я прекрасно знаю, в каких условиях работала наука в начале 90-х годов, а вы это знаете еще лучше, но все такие движения есть, движение очевидно. Теперь уже вряд ли можно говорить, что эти деньги мизерны. Что имеет в виду глава государства? Почему он говорит, что ассигнования на науку к концу 2004 года достигнут 46,2 миллиарда рублей? Он имеет в виду фундаментальную науку? Деньги, направляемые на финансирование ран? Худо-бедно, но в целом РФ тратит на науку 15-16 миллиардов долларов, а не 2 миллиарда долларов, примерно эквивалент 46,2 миллиарда рублей. Это если рассматривать все в совокупности фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки. То есть то, что у нас называлось не ОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а у них внутренние затраты на исследования и разработки. Много это или мало? Для того, чтобы тут что-то сопоставить, нужны элементарные и общедоступные сведения. С НОКРом в 2004 году, то есть тогда, когда Путин произнес свои, так подробно нами исследованные, слова о воскресении российской науки, все реально отстояло следующим образом. США в этот год затратили на НОКР, у них это, повторяю, называют исследования и разработки 312,5 миллиардов долларов. Страны есть в совокупности затратили 229,7 миллиардов долларов. Япония затратила 118 миллиардов долларов. Китай затратил 94 миллиарда долларов. Южная Корея затратила 28 миллиардов долларов. Россия затратила 16,5 миллиардов долларов. Мы говорим о многополярном мире. И о том, что Россия это один из полюсов. Может ли реально быть полюсом страна, тратящая на Некр меньше, чем Южная Корея? Мы говорим о равном голосе с США при решении мировых проблем, а Россия как одной из сил, имеющих решающие значения при решении глобальных вопросов Мы говорим также о том, что потенциалы стран в будущем будут определяться интеллектом этих стран, что такое иначе инновационная экономика и общество знаний? Так почему бы при этом Путину прямо не сказать, мы тратим на Некр в 20 раз меньше, чем США, и не предложить стратегию, исходя из этой печальной действительности? Восстанавливаем ли мы научно-технологический паритет и с кем? Аж с самими США, с ЕС, с Упонией, Китаем, Южной Кореей Но для того, чтобы восстановить паритет, надо затратить больше, чем для того, чтобы его сохранить Будущее науки определяется образованием В 2005 году расходы США на образование достигли 878 миллиардов долларов или 7,5% А с учетом специальных программ дополнительного образования и переобучения взрослых они превысили 1 триллион долларов В России расходы на образование в 10 раз меньше, чем в США Около 100 миллиардов долларов по паритету покупательной способности рубля, то есть по наилучшим для нас оценкам Никто не призывает посыпать голову пеплом Но предъявить в качестве самой больной из всех российских проблем подобное вопиющее несоответствие мы обязаны Мы обязаны также объяснить, как мы это несоответствие будем преодолевать А если мы не собираемся его преодолевать, то на чем зиждется наше представление о себе как об одной из решающих стран будущего? Тут ведь одних пожеланий мало Рассмотрим в дополнение к статическим характеристикам характеристики динамические Бюджетные расходы Китая на Нюкр в 2000 году составляли 45 миллиардов долларов В 2005 метрах 115 миллиардов долларов В 1999 году Китай производил 3% от общего мирового объема экспортного хай-тека В 2005 метрах уже 15% Количество научных публикаций китайских авторов с 2000 по 2004 год по сравнению с общим числом таких публикаций во всем мире увеличилось с 3,8% до 6,4% Это твердое четвертое место после стран ЕС, США и Японии Доля же России за этот же, между прочим, уже путинский, период сократилась с 3,6% до 2,8% А вот еще одно сопоставление Газпром и Шеврон это сопоставимые по капитализации и объемам продаж сырьевые компании Но в 2007, наиболее для нас благополучном, году Шеврон затратил на него около 1 миллиарда долларов А Газпром около 60 миллионов долларов США лидер по абсолютным затратам на НЕОКР Но американское научное сообщество, в отличие от нашего, оказывает давление на государство, предупреждая его, что при сохранении существующего положения США не выдержат конкуренции во всем, что касается научного и технологического лидерства Ведь в США за последние десятилетия 20 века расходы на НЕОКР выросли на 60%, а в Китае на 500%, в Южной Корее на 300% и так далее Спросят, а что можно сделать? США богаче нас, отвечаю Во-первых, каким-то образом ссорконкурировал с США И более того, именно запуск первого советского спутника стал для США фактором пересмысления роли науки в развитии Во-вторых, крайне тревожны не только абсолютные, тут еще можно ссылаться на несопоставимость в США и России, но и относительные, в процентах от ВПП, цифры наших расходов на НЕОКР США расходуют 2,68% с ВВУФП Мэддин, 16% с ВВУФП При этом Израиль расходует 4,9%, Швеция 4,3%, Финляндия 3,5%, Япония 3,2%, Исландия 3,1% Что касается тех, кто в абсолютных цифрах расходует больше нас на НЕОКР, США, ЕС, Япония, Китай, Южная Корея, то никто из них не расходует столь малый процент СВВУФП, как мы В-третьих, есть ситуации, в которых спасение нации требует определенных, пусть и травмирующих, перераспределений Надо сказать народу, если мы сейчас не начнем тратить на НЕОКР 200 миллиардов долларов в год, то страны через 15 лет не будет Пусть народ, в конце концов, решает, есть самые разные методы, с помощью которых он это может делать Как демократические, так и иные Иные, кстати, широко применялись в таких ситуациях и выводили страны из тупиковых ситуаций, сходных с нашей Но никакие методы не демократические, не авторитарные не сработают, если, а, траты на НЕОКР будут разворованы или просто неэффективны, не будут в соответствии со степенью жертв, требуемых от общества, ущемлены интересы тех, кто не только ничем не собирается жертвовать, но и длит бесстыдную ургию гиперпотребления В-четвертых, если мы не можем так много тратить на НЕОКР, то некоторые, все равно, не такое вопиющее, как сейчас, снижение количественных трат должно быть чем-то компенсировано в смысле качества То есть должны преобладать не денежные, а иные мотивы творческие, патриотические, мотивы, связанные с нематериальными слагаемыми социального престижа Эти мотивы не могут быть задействованы в существующей социокультурной ситуации Ситуации, которые созданы регрессом и до сих пор поддерживаются властью Ситуации, в которой успешен только богатый Когда деньги единственные критерии престижа Казалось бы, ясно, что вариантов решения проблемы не так уж и много Вариант номер один – вкладывать в науку столько денег, сколько в США, или, как минимум, сопоставимые суммы Понятно, что это невозможно, хотя почему не нарастить расходуемые средства хотя бы до аналогичной по проценту от в суммы уже не ясно Вариант номер два – изменить общество и за счет этого выиграть или хотя бы не проиграть гонку Для этого надо сделать очень много Накалить утопию развития, повысить за счет этого престиж науки, создать совсем иную конфигурацию престижа в российском обществе Вариант номер три – честно сдаться Поскольку первый вариант недостижим, а третий несовместим с жизнью, то остается второй и только второй вариант Почему этого не признают ни Путин, ни Медведев, ни все остальные наши элитарии, рассуждающие об обществе знаний? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется Скептик, конечно же, скажет, что я просто не понимаю разницы между осуществлением развития и разговором на тему развития, он же пиар Да, все я понимаю Так понимаю, что дальше некуда Скептик скажет, вы всерьез беспокоитесь о развитии? Они пиарят это развитие И вас используют для того, чтобы вы в пиар поверили Что значит поверили в пиар? Разве я только что не осуществил анти-пиар? Осуществил и буду осуществлять Потому что понимаю недопустимость тотального опиаривания такой проблемы, как проблема развития Но ведь опиаривание не может быть тотальным Худо-бедно, но какие-то средства в науку стали вкладывать И если мы боремся за любые, даже крохотные, сдвиги к лучшему, то почему нам эти сдвиги, а, не зафиксировать и, не подстегнуть? Почему, наконец, не использовать то, что развитие, пусть и с пиар-целями, помещает в фокус общественного внимания? Да, надо при этом вводить анти-пиар в свои концепции в качестве профилактического слагаемого Но мы еще посмотрим, кто кого использовал Так, по-моему, обстоит дело в части, и в прям печального, но не безнадежного, соотношении между действительностью и пиаром, реальным и виртуальным Однако все не сводится к проблеме этого соотношения Все неизмеримо сложнее В чем-то еще прискорбнее, чем если принять версию пиара только А в чем-то перспективнее Но прежде всего именно неизмеримо сложнее И, не поняв этой сложности, мы не сможем отстоять развитие в том реальном мире, который нас окружает Не хуже оппонирующих мне скептиков Я знаю, что такой пиар и каков его вес в системе сегодняшних разговоров на тему «даешь развитие» И тем не менее я считаю, поверьте, не без определенных оснований Что для Путина и Медведева экономика знание и идея перевода страны в новое качество это не пиаровский пузырь Или, как минимум, не только такой пузырь Мне кажется, да, только кажется, но вовсе не по причине тяги к романтизации в действительности Что Путин и Медведев связывают для себя нечто В конце концов, не важно, что именно, с идеей развития, идеей обретения страной нового качества При этом они, к сожалению, свято убеждены, что страна будет обретать новое качество Двигаясь по существующей социально-экономической историко-культурной траектории Заданной событиями 1988-1991-1991-1993 годов Осуждая беспредел 90-х, наши политические лидеры не разрываются с их наследством А заданная траектория, по которой движется страна, им представляется не только допустимой, но и спасительной Ведь освобождаемся же мы, так сказать, от предыдущего советского безумия, от красивой, но вредной сказки Те же, кто предлагает дать внятную оценку этой самой траектории, назвав ее регрессом, сдержанным, но непреодоленном при Путине Зовут назад, в ужасное советское прошлое И под видом развития подсовывает все тот же, уже продемонстрировавший своей губительности противоречащему драму мировому опыту, красный проект Итак, первое фундаментальное, ценностное и чуть ли не экзистенциальное ограничение, в рамках которого Путин и Медведев хотят осуществлять развитие, можно назвать запретом на изменение траектории Второе, столь же фундаментальное ограничение можно назвать запретом на изменение методов управления даже при сохранении траектории То есть запрещено, на уровне так называемого табуирования как властного, так и общественного сознания, не только констатировать абсолютную катастрофичность запущенного 20 лет назад, и вновь подчеркну, лишь сдержанного, а не преодоленного, процесса Того самого, про который Горбачев сказал, что процесс пошел Запрещено также даже оставаясь в рамках процесса менять управленческую модель, а также политическую систему и все остальное Это то почему нельзя менять? Ответить на такой вопрос с рациональных позиций невозможно Ну, предположим, что запущенный 20 лет назад процесс не регресс, а возвращение к единственно правильным капиталистическим нормам жизни Я-то уверен, и доказательств более Я-то уверен, и доказательств более Продолжение следует... Продолжение следует...